И снова здравствуй, мой дорогой зритель. К удивлению, разработчики выкатили интересное обновление для CS2, которое весит каких-то 32 мегабайта. Рассмотрим, что оно приносит в игру и поговорим немного об утечках. Так что приготовились внимательно слушать, смотрим спонсора и погнали. Не знаю, с чем занять себя в первый месяц весны, самое время испытать удачу и попытаться выбить классный скин на хеллстор, играя против реальных людей. И на выбор у вас несколько режимов. А это классик, где закидываешь скины в общак и чем больше закинешь, тем выше шанс выигрыша. Или же всеми любимый коинфлип, где ты один на один сражаешься за право забрать весь куш. Или колесо, где выбираешь значение и ждешь победного прокрута. И новиночка краш, которым ставишь значение и если линия ее прошла, ты в шоколаде. Но если тебе не понравился скин, всегда можно его проапгрейдить. На сайте также можно забрать и приз дня, выполняя несложные задания. Ну а при пополнении, если используешь мой промокод, то получишь 2 доллара на баланс. Не теряй времени и переходи по ссылке в описании. Ну что же, это уже второе обновление подряд, в котором делают какие-то изменения, но при этом никаких официальных комментариев, как и списка изменений от разработчиков нет. Но ничего страшного, мы постараемся разобраться, что же такого они добавили. А добавили они новый скрипт, который запускает определенные процессы одновременно. Вдобавок, данный скрипт получил свой параметр сервер StartTick. И на данный момент он используется, по всей видимости, при просмотре демок. И исходя из остальных упоминаний данного скрипта в различных библиотеках, есть два предположения. Первое, это то, что данный скрипт служит для синхронизации тикрейта или саптика с моделями и анимациями, дабы они начали одновременный старт, что в теории должно повысить качество демки. Имеется в виду точность воспроизведения вашего сыгранного матча. Ну а второе предположение, это то, что данный скрипт был введен разработчиками для дальнейшего изучения проблем для последующих их фиксов. И служит он для уведомления о том, какие процессы рассинхронизируются в момент воспроизведения демоверсии. В любом же случае, это очень хороший знак, потому что, возможно, помимо демок, они в целом смогут починить рассинхронизацию саптика. Ну а для тех, кто не в курсе и, возможно, не просматривал когда-либо свои демки, на данный момент они не работают, скажем так, полноценно. Есть рассинхронизация с тем, что было в матче, плюс не работают лучшие моменты. А если и лучшие моменты не работают, значит о будущем патруле речи пока идти и не может. Но опять же повторюсь, если этим начали заниматься, то это только хорошо. Также хочу сказать, что данное обновление не затронуло по каким-то причинам сам движок Source 2. Ведь недавно, исходя из обновления, которое было у Dota 2, движок получил новые функции и наработки, которые впоследствии должны появиться и в CS 2. Причем зачастую так бывает чуть ли не в день в день. А если этого не произошло, то вполне есть небольшая вероятность, что разработчики готовят что-то крупное для CS 2. Ведь в обновлении от Dota 2, помимо очевидной схожести с прошлыми операциями из CS GO, вновь спалились упоминания модульных волос и дополнительных к ним материалов. Так же, как и новые параметры для фейспозера и некоторые функции с готовыми иконками, которые могут быть связаны с CS 2 и возможно даже с операцией. Потому что изначально данные функции появлялись именно в CS 2. Что ж, надеюсь разработчики не будут тянуть слишком долго с этим резину. Ну а на этом у меня все. Всем огромнейшее спасибо за просмотр, всем пока и удачи! Субтитры сделал DimaTorzok